Урок восьмой. Вскрытый шах. В позиции, изображенной на диаграмме, ход черных. Черные играют слон на g3 шах, одновременно нападая слоном на белого ферзя. После того, как белые уходят из-под шаха, король на g2, черные забирают белого ферзя, слон бьет h2, получая решающее преимущество. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идея комбинации черных заключалась в том, что слон, отходя на поле g3, нападает на белого ферзя, одновременно открывая нападение черной ладьи на белого короля. Переходим к следующему примеру. В этой позиции ход белых. Они играют конь f6 шах, открывая белые ладьи на падение на черного ферзя. Черные играют е, f. После этого белые забирают беззащитного черного ферзя. Ладья бьет d7, получая решающее преимущество. Обратимся еще раз к исходной позиции. Здесь идея комбинации белых заключалась в том, что конь, отходя с шахом на поле f6, открыл удар белой ладьи на черного ферзя. Переходим к следующему примеру. Здесь ход белых. Они играют конь e6 шах, открывая нападение белой ладьи на черного короля и одновременно конем, нападая на черного ферзя. Черные играют. Слон бьет g4. После этого белые забирают черного ферзя. Конь бьет d8, получая решающее преимущество. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идеей комбинации белых было то, что конь, отходя на поле f6, открывает удар белой ладьи на черного короля и сам при этом атакует черного ферзя. Переходим к следующей позиции. Здесь ход черных. Они играют конь на b5 шах, открывая нападение черного слона на белого короля, одновременно нападая конем на белого ферзя. Белые уводят короля из-под шаха. Король на a2. После этого черные забирают белого ферзя. Конь бьет a7, получая решающее преимущество. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идеей комбинации черных было то, что ходом коня на b5 черные открыли своему слону нападение на белого короля. При этом конь черных напал на белого ферзя. Переходим к следующей диаграмме. В этой позиции ход белых. Выиграйте с помощью комбинации вскрытый шаг. Правильно. Конь g5, шаг, открывая белому слону нападение на черного ферзя. После вынужденного хода черных король g6 белые забирают беззащитного черного ферзя. Слон бьет c6, получая решающее преимущество. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идеей комбинации белых послужило то, что ход коня на g5 с шагом черному королю одновременно открыл нападение белого слона на черного ферзя. Переходим к следующему заданию. В этой позиции ход черных. Выиграйте с помощью комбинации вскрытый шаг. Правильно. Конь d2, шаг, объявляя двойной шаг ладьей и конем. После единственного хода белых король на a1, черные объявляют мат. Ладья на b1, мат. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идея комбинации черных заключалась в том, что после хода конь d2, шаг, королю белых одновременно объявили конь и ладья. Поэтому у белых был только ход король на a1, после которого они получили мат. Переходим к следующему заданию. В этой позиции ход белых выиграйте с помощью комбинации вскрытый шаг. Правильно. Ладья на a6, шаг, с двойным шагом ладьей и слоном. У черных единственный ответ король на g8. После этого белые объявляют мат. Ладья h8, мат. Обратимся к исходной позиции. Идеей комбинации белых явилось то, что после хода ладья h6, шаг был объявлен одновременно слоном и ладьей белых. Единственный ход черных это король g8, после чего белые объявили мат. Переходим к следующему примеру. В этой позиции ход черных выиграйте с помощью комбинации вскрытый шаг. Правильно. Слон бьет f6, шаг, открывая черные ладьи нападения на белого короля и одновременно слоном нападая на белого ферзя. После хода белых король c2 черные забирают беззащитного белого ферзя. Слон бьет e7, получая решающее преимущество. Обратимся еще раз к исходной позиции. Идея комбинации черных заключалась в том, что отходя на f6, черный слон напал на белого ферзя и одновременно открыл нападение своей ладьи на короля белых. Переходим к следующему уроку. листу ладьи ладьи и слон